Своими проектами писатель и общественный деятель из России Мария Суворовская популяризирует Азербайджан на всем пространстве СНГ, а также укрепляет культурные и гуманитарные отношения между Баку и Москвой. Она часто посещает страну огней, а сейчас приехала, чтобы продолжить работу над проектами, в числе которых фильм «Качели над Каспием», снятый в прошлом году в Баку. Его премьера ожидается осенью в планах реализации и ряда других идей. Фильм снят, отмонтирован, выполнен постпродакшен, и в принципе он готов. Единственное, что в связи со всеми ограничениями, пока закрыты кинотеатры, и когда только они откроются, то будет премьера. Скорее всего, это будет осенью, в середине октября. Вместе с Гусейным Животзаде мы сейчас работаем над другими проектами, которые в принципе связывают Россию и Азербайджан. Это фильм о формании Салманове. Это тоже очень большой проект, и я выступила субпродюсером этого проекта. Ожидается презентация книги «Дома виноградника», которая повествует о виноделии в Азербайджане. Каждая ее глава названа сортом винограда, из которого производится вино в Исмайлинском районе. А экранизация запланирована на ближайший год. Трудимся и работаем с большой любовью к Азербайджану, признается Мария Суворовская. Она подчеркивает, Азербайджан и Россию связывают не только культурные, но и деловые связи. Видим, как отношения развиваются во всех направлениях. И с точки зрения бизнеса, как главный редактор делового журнала «Рашн Бизнес Гайд», мы не раз освещаем тему делового сотрудничества между Россией и Азербайджаном. И «Рашн Бизнес Гайд» выступал соорганизатором вместе с торговым представительством Азербайджана в России двух форумов, которые проходили последние полгода. Мария Суворовская говорит, что очень любит Азербайджан, его культуру и традиции. Поэтому каждая поездка в страну для нее большая радость. Для меня всегда это очень волнительный и приятный момент, когда я прилетаю в Азербайджан. Даже в такой загрузке, в таком количестве дел, вот эти чувства не пропадают. И, наверное, так гармонично, как я себя ощущаю в Баку и в Азербайджане, я, наверное, ни на одной точке планеты себя не чувствую. Многократно я это говорила, что для меня Баку было, есть и остается местом силы. А пока Мария Суворовская продолжает черпать вдохновение, и к концу года планирует представить еще одну книгу под названием «Ночь. Август. Баку». Эсмир Алиева, Вусал Олегперов, Сибиси.